Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видосе мы с вами посмотрим на новое обновление Xbox Series, которое вышло совсем недавно. Да, вы наверное уже заметили, что инфоповодов практически нет вообще, ничего не выходит, ничего не анонсируют. Единственная, конечно, надежда остается на E3, но думаю, что хотя бы сейчас будет интересно обсудить новое обновление для Xbox, покажу, что как работает, для чего это создали, все это обсудим. Короче, ставь лайк, подписывайся на канал и лови промокодик Кинопоиск HD, который подарит тебе 60 дней бесплатного доступа к данной подписке. Там найдешь кучу фильмов, мультиков, дадут еще кэшбэк на различные сервисы. Короче, как всегда, в закрепленном комментарии ты найдешь этот промокодик, ссылку на активацию, юзай пока есть возможность и давайте начнем. Если что, данное обновление вышло для всех буквально вчера и внесло оно кое-какие изменения. Для кого-то они будут значительные, для кого-то нет, но в любом случае я их покажу. Первым делом, вы наверное уже заметили, в принципе, по началу видеоролика, по моей менюшке, добавили новые темы, анимированные темы. Находятся, если что, они вот здесь и добавили вот эти две темы. Одна очень похожа на Xbox Original, другая вот такая типа звездочки. Но опять же, на мой взгляд, было бы прикольнее, если майке дали бы возможность ставить свои какие-то темы, либо ставить на заставку видео, либо какие-то анимации под конкретный размер, под конкретный формат, чтобы можно было кастомизировать фон реально под себя, потому что, ну, делать один раз в месяц или там один раз в два месяца какие-то вот такие вот анимирные темы, ну, не знаю, как-то особо не весело. Было бы прикольно, если бы, конечно, их, может быть, продавали, но опять же, на мой взгляд, самое лучшее решение это дать возможность ставить свои анимированные темы с каким-нибудь там видосом и так далее. Следующее нововведение, мне кажется, понадобится не всем, поскольку это дополнительная настройка в звуке. Вот здесь разрешить сквозной режим, это вот новая вкладка, которая добавилась в недавнее добавление. В принципе, вот что она делает, но многие, как я, наверное, играют на Монике, поэтому, в принципе, данная фича особо будет не нужна и касается она только, по-моему, внешней звуковой системы, то есть никак не наушников и, короче, вот это, мне кажется, для кого-то будет бесполезной штукой. Самой прикольной фичей в данном обновлении, на мой взгляд, стал Quick Resume. Да, я понимаю, что Quick Resume ввели давно, но сейчас их ввели именно в группы. И теперь вот эта вот группа показывает все игры, которые как раз-таки сейчас работают в этой функции. То есть, если мы нажмем, например, на Cold War, вот какой Cold War, Call of Duty, да, World at War, то мы сразу начнем играть. Если мы, например, сейчас через эту фичу, кстати, она запускается еще и вот так, еле, блин, нашел, пока не привык к этому, запустим, например, Assassin's Creed, он также запустится в этой вкладке и, в принципе, это очень удобно, поскольку ты сразу видишь игры, которые у тебя запущены в фоновом режиме, можешь без проблем переключаться, и это реально удобно. Единственное, я до сих пор не понял, как работает эта фича, потому что она работает крайне рандомно. В те игры, которые ты играешь постоянно, она почему-то работает не всегда. Но в таких играх по типу Call of Duty, да, у меня есть, что батя в нее играл где-то, наверное, недели две назад, она у меня сохранилась вот в этом Quick Resume, то есть, как вот это все работает, я не очень понимаю. В любом случае, переключение очень удобное, если что, опять же, обращаю ваше внимание, что она переключается вот в этой вкладке моей игры-приложения, как вы видите, она доступна в группах, вот здесь вот, и еще можно вынести ее на главную менюшку, вот здесь. Кстати, странно, что не показывается в данный момент то, что Call of Duty здесь вот, очень странно. Также, смотрите, еще прикол этой фичи в том, что вы это можете закрыть. То есть, например, вы просто удаляете игру с Quick Resume, и, в принципе, при запуске вы ее запускаете с самого начала. Это хорошо тем, что некоторые игры почему-то потупливают сета функций, например, та же Cold War, вот именно Cold War сейчас, я не ошибся в названии, я там ловлю баг в 30 FPS. Может быть, конечно, это не за Quick Resume, но я читал, что у ребят другие игры также лагают, типа Apex, еще каких-то игр и тому подобных, и мне кажется, что вот эта вот фича, просто удаление игры с Quick Resume, потому что, когда вы нажимаете «Выйти», Quick Resume иногда не закрывается и еще работает, а вот эта вот фича, она, в принципе, все показывает, и, на мой взгляд, это одно из самых, наверное, удобных решений за последние все обновления. Также в списке данного обновления еще есть функция, с помощью которой вы можете разрешать или запрещать по семейному аккаунту мультиплеерные игры, но я не думаю, что будет интересно об этом рассказать, потому что в России у нас практически никто этим не страдает, и чаще всего своим детям разрешают играть во все и всегда. Если вдруг вы как раз-таки запрещаете, то напишите об этом в комментариях. Это были все, по сути, нововведения данного обновления, если вдруг что-то забыл, напишите об этом в комментариях, вот, и хотелось бы, наверное, чтобы обновления были почаще, чтобы как раз-таки добавлялись какие-то новые функции. Я вот, например, жду анимирные картинки, чтобы ставить свои, я жду, пока в приложении Xbox или в Xbox Game Pass добавят, наконец-таки, активирование кодов через приложение, потому что это крайне неудобно, потому что, опять же, в приложении Xbox Game Pass вам даются перки, и чтобы их активировать, вы можете скопировать с телефона, а вот активировать на телефоне вы можете только через браузер, и выходить через это приложение, заходить в браузер, ну, на мой взгляд, это как-то не очень удобно, И до сих пор не понимаю, зачем убрали данную фичу Вот нереально, просто не знаю Короче, если у вас также есть мнение по этому поводу, пишите в комментариях И на этом, в принципе, все Если понравился видос, если вы скачали данное обновление, ставь лайкусик, подписывайся на канал Пиши свое мнение, какие фичи понравились больше всего, удобно или неудобно И до скорых встреч